Здравствуйте! В эфире программа «Хлеб насущный». Сегодня в выпуске вы увидите Успехи агропромышленной политики Брянской области изучили в Совете Федерации. Ответственные за аграрный сектор чиновники рассказали о новейших достижениях брянских сельхозпроизводителей. Новости из Россельхознадзора. Сразу несколько партий сельхозпродукции не допустили для распространения на территории России. Незаконно провозимое молоко, картофель, семена тыквы и саженцы роз не прошли контроль брянских инспекторов. Биотехнологии в сельском хозяйстве. Как и где появляются саженцы плодово-ягодных и других сельскохозяйственных культур, благодаря чему современным ученым удается быстро выводить новые сорта растений и ускорять селекционный процесс. На заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию заместитель губернатора Александр Резунов представил полную картину сельскохозяйственных достижений Брянской области. В ходе встречи министр сельского хозяйства Александр Ткачев отметил, что сельское хозяйство в стране демонстрирует рост более 3% в последние три года. Брянская область по показателям агропромышленного сектора сегодня одна из ведущих. Вместе с другими регионами она помогает увеличивать объемы производства отечественных продовольственных товаров. Профильный комитет Совета Федерации рассмотрел предварительные итоги реализации в 2016 году госпрограммы развития сельского хозяйства. На расширенном заседании Комитета выступил министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Он назвал одним из главных стимулов роста в агропромышленном комплексе страны условия импортозамещения. Ни в советское время, ни в новой России, в общем-то, у нас этих шансов не было. Всего разных причин, объективных, субъективных, тем не менее, мы действительно используем максимальное окно возможностей. И по зерну, вы, наверное, цифры уже слышали, знаете о том, что порядка 117 миллионов тонн Россия получит впервые за всю и советскую, и не только историю. И буквально три месяца назад цифра была 110 миллионов, потом 115. Уже Сибирь, Дальний Восток тоже заканчивает. Мы понимаем, что это огромная победа, заслуга всех сельского товаропроизводителей. И, прежде всего, конечно, государство, которое без прецедента поддерживает наших селян, крестьян. В заседании комитета приняла участие делегация Брянской области. Это связано с проходившими в Совете Федерации днями региона. На комитете была рассмотрена тема развития агропромышленного комплекса Брянской области в условиях импортозамещения и обеспечения рационального природопользования. Заместитель губернатора Александр Резунов рассказал, что в новых условиях в регионе изменился подход к ведению сельхозпроизводства. Внедряются прогрессивные технологии, используется энергонасыщенная техника, научные разработки. Руководитель сельхозпроизводственных предприятий активно участвует в научно-практических семинарах, на которых изучаются последние достижения аграрной науки и прогрессивной технологии. Происходит энергонапрактическим опытом по возделыванию культуры и производству продукции и животноводства. Вице-губернатор подчеркнул, что важную роль в развитии сельского хозяйства сыграла государственная поддержка. Товаропроизводители аграрного комплекса участвуют во всех федеральных программах и мероприятиях целевой поддержки. Субсидирование процентных ставок по кредитам позволило строить крупные производственные объекты с современным производительным оборудованием и новыми технологиями. Региональная стратегия импортозамещения – это более 20 перспективных проектов. Их реализация позволит увеличить мощности по производству отечественной продукции. Общая стоимость инвестпроектов, которые уже реализуются и запланированы к реализации в рамках импортозамещения в 2016-2020 годах оценивается в 40 миллиардов рублей. Кроме этого, в регионе будет создано около полутора тысяч новых рабочих мест, а сумма дополнительных налоговых поступлений в бюджет области превысит 1 миллиард рублей в год. Основными направлениями импортозамещения в регионе определены молочное животноводство и переработка сельскохозяйственной продукции. В Брянской области работает более 260 хозяйств производителей молока. В этом году они обеспечивают 5-процентный прирост производства, в том числе увеличение надоев 12%. Вице-губернатор подчеркнул, что улучшение показателей связано с поддержкой правительства мер по реконструкции и модернизации молочно-товарных ферм, оснащении их современным оборудованием. В Брянской области осуществляется реализация четырех крупных молочных инвестпроектов по строительству молочно-товарных ферм. Как отметил Александр Резунов, в этом году Брянская область добилась высоких показателей в уборке урожая. Так, в зерновых и зернобобовых собрано более 920 тысяч тонн, сбор кукурузы составил более 600 тысяч тонн, производство картофеля составляет 1,380,000 тонн, овощей – 150,000 тонн. Тем самым уровень 2015 года существенно превышен. Новые горизонты открылись в производстве овощной продукции. В регионе действует тепличный комплекс, который практически полностью удовлетворяет потребности населения в овощах, выращенных в закрытом грунте. Тем не менее, началась реализация проекта по строительству 67 гектаров теплиц нового типа на 41 тысячу тонн овощной продукции. Производство картофеля – визитная карточка Брянской области. На сегодня доля брянского картофеля в общем объеме его промышленного производства в России составляет 12%, а область занимает первое место в России. Наращивание объемов производства картофеля привело к постепенному снижению зависимости внутреннего рынка России от импорта и поддержало рост экспортных поставок. В частности, в Брянской области освоено производство картофельных хлопьев. Это достаточно новый товар не только на отечественном, но и на мировом рынке продуктов питания. Работа инспекторов Россельхознадзора – одна из самых важных в наше время. Они приостанавливают попадание на территорию России некачественной продукции. Пристально следят, чтобы перевозимые через пункты пропуска грузы полностью соответствовали требованиям законодательства и санитарным нормам. Вот несколько примеров того, с какими нарушениями приходится сталкиваться ежедневно стражам ветеринарной и фитосанитарной безопасности нашего региона. В пункте приема уведомлений «Красный камень» в Российскую Федерацию запрещен ввоз 300 килограммов молока из Республики Беларусь. Основанием для запрета стало отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на перевозимый груз. Мало того, перевозилось молоко в условиях полной антисанитарии. Специалисты управления Россельхознадзора вернули груз на запредельную территорию, а его владелец привлечен к административной ответственности. Пассажиры поезда, следующего из Украины, попытались проигнорировать запрет, действующий на ввоз под карантинной продукцией в ручной кладе и багаже. Но инспекторы Россельхознадзора не дремлют. 500 штук саженцев роз и 50 килограммов семян тыквы вернулись в пункт А. Это произошло во время фитосанитарного контроля на железнодорожной станции «Суземка». В пункте приема уведомлений «Красный камень» управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям был запрещен ввоз четырех партий картофеля. Продукция весом более 61 тонны следовала со стороны Республики Беларусь в Ростовскую область и Симферополь. Причинами запрета стало отсутствие фитосанитарного сертификата на перевозимую продукцию. Не было у владельца также маркировки на упаковке, содержащей информацию о наименовании, стране происхождения, экспортере и реэкспортере. Все грузы возвращены на сопредельную территорию. Как говорится, зачем нам чужое, когда есть свое. Брянские картофелеводы вырастили столько второго хлеба в полтора раза больше, чем во всей Республике Беларусь. Осталось проинформировать крымчан, что брянская картошка самая вкусная и качественная. И еще одна новость от Управления Россельхознадзора. Специалисты Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям провели проверки соблюдения гражданами земельного законодательства Российской Федерации на территории Мглинского района. В ходе мероприятия установили, что собственники трех земельных участков общей площадью 48 гектаров не используют их для ведения сельскохозяйственного производства. В результате участки заросли сорной и древесно-кустарниковой растительностью. В отношении недобросовестных землепользователей возбуждены административные дела. Собственникам выданы предписания об устранении нарушений. В 1900 году население земли составляло примерно 1,6 миллиарда человек. С тех пор оно выросло более чем в 4 раза. И по подсчетам специалистов к 2030 году достигнет 10 миллиардов. По оценкам ФАО Организации ООН по вопросам продуктов питания и сельского хозяйства, для обеспечения пищей растущей популяции к тому времени объемы мирового производства продуктов питания должны удвоиться при сохранении существующих сельскохозяйственных площадей. Биотехнологии способны помочь удовлетворить постоянно возрастающую потребность в продуктах питания за счет увеличения урожайности, снижение потребности в затратах на выращивание сельскохозяйственных культур, например, уменьшая потребность растений в воде и удобрениях, а также обеспечить экологически приемлемые методы защиты от вредителей. В Брянском аграрном университете ученые также работают с биотехнологиями. Их основная цель – ускорение селекционного процесса и выведение новых сортов растений. На базе Брянского государственного аграрного университета работает отдел биотехнологий Центра коллективного пользования научным оборудованием, основная цель которого – ускорение селекционного процесса и выведение новых сортов растений. Отдел биотехнологий существует в аграрном университете уже более 10 лет. Создан он под руководством Академика РАН Ивана Васильевича Казакова. В прошлом году были заложены плантации малины в Брянском районе фермерами, в Хвостовичском районе Калужской области. Плантации расширяются. За осенне-зимний период 2015-2016 годов мы готовим посадочный материал под посев или под посадки весны 2016 года. В то же время не только фермеры закупают посадочный материал, также в сезон посадок мы активно реализуем малину и землянику и другие культуры местному населению и тем людям, которые обращаются в университет. Весь процесс начинается с отбора образцов растений нужного генотипа и введения их в культуру инвитра. С помощью данного метода специалисты центра имеют возможность за год несколько образцов размножить до 70 растений. В течение двух лет проводится оценка генотипа. Если он показал себя хорошо, то в дальнейшем, за зимний период, растения размножают до 300-400 экземпляров. Через несколько лет растения уже могут быть признаны сортом. С помощью метода биотехнологии процесс создания улучшенного сорта травянистой культуры может быть ускорен на 5-7 лет, а для древесных культур на 10 и больше. Метод биотехнологии позволяет очень сильно ускорить размножение элитных форм и генотипов различных культур. То есть за один год можно получить тысячи и даже десятки тысяч нужных растений. Процесс размножения генотипов начинается с конца лета и начала осени. На данном этапе мы видим размножение. С помощью нужных фитогормонов добиваются таких показателей, что с одного растения появляется их 5-7 и более. Чем более древесная культура, она обычно дает меньшее количество побегов. Травянистая культура, земляника, картошка, коэффициент размножения бывает 8 и более. Следующий этап – укоренение растения. Их высаживают на безгормональную среду, на которой растения укрупняются в размерах, а в некоторых случаях и образуют корневую систему. Этот этап необходим перед высадкой, так как чем крупнее растение, тем больше шансов, что оно подживется. Растения, находящиеся в пробирках, по сути дела, существуют в идеальных для своей жизни и развития условиях. То есть там подобраны минеральный состав, витаминный состав, фитогормоны для их развития. Но, так как они находятся в идеальных условиях, они не очень приспособлены для жизни в окружающей природе. У них в большинстве случаев отсутствует корневая система, у листочков закрыт устичный аппарат. То есть, если их сейчас высадить в открытый грунт, они просто-напросто засохнут. Поэтому нужен промежуточный этап адаптации. Что и происходит в данном помещении. Мы создаем, по сути дела, мы создаем для них парниковый эффект. В этих мини-парничках постоянно поддерживается повышенная влажность. То есть у растений за несколько недель получается понемножку адаптироваться. Их при высадке подкармливают, поливают. И постепенно растения адаптируются к окружающей природе. У растений образуются листочки, корневая система, оно потихоньку крепнет. Через 2-3 недели мини-парники открывают, в них понижается влажность. И у растения начинается новый этап развития. На этапе адаптации специалисты центра проводят эксперименты с различными почвогрунтами. Как уже видно на данном этапе, они более-менее адаптированы. Мы их для более ускоренного роста и развития, мы их пересаживаем под фитолампы. После того, как растения окончательно набрались сил и окрепли, их перемещают на улицу, в теплице, для адаптации к климатическим условиям. У них увеличивается листовая пластинка. И дальнейшим этапом будет распекировка. Для полной формирования растения требуется еще где-то около месяца после этапа распекировки. Тогда растения достигают надземной массы 15-25 см, а корневая система полностью занимает внутренний объем стакана. Хорошо сформированная корневая система позволяет растению спокойно пережить зиму. Основным достоинством биотехнологических методов размножения растений является их очищение от вирусов и болезней. К тому же такие растения развиваются гораздо интенсивнее и дают больше урожая. К нам приезжают фермеры, частники. Они интересуются нашими растениями, высаживают у себя на приусадебных участках, а фермеры у себя на полях, потому что они знают, что этот метод эффективен и он позволит им получить прибыль. Нам рассказали про малину, про это. И вот я этой малиной хочу заложить в себе участок саженцам. Рекомендуют нам эти саженцы, потому что подходят под нашу климатическую зону. Они районированные, они как бы более чистые. Малина выращенная таким образом, она охотно покупается населением. Она чистая, она обладает хозяйственно ценными признаками, она удобна для транспортировки. Ее можно хранить даже в осенне-зимний период. В настоящий момент отдел биотехнологий имеет ряд хозяйственных договоров с фермерами Брянской области, Калужской области и снабжает их высококачественным посадочным материалом. В настоящий момент размножаются сорта, которые являются выведены в Брянском аграрном университете. На сегодня это все новости Аграрного блока. Я желаю вам всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова